Привет всем! Доброго времени суток! Меня зовут Роман. В сети представляюсь как Краульф. Тема данного видео – группы Active Directory Windows Server 2003. Здесь мы получим теоретические знания о группах в Active Directory, а также рассмотрим работу с этими группами на практике. В нашей тестовой сети, вымышленной компанией StedNet. Вот на этом слайде вы можете видеть топологию сети компании StedNet. Мы видим, что компания StedNet имеет два географически удаленных офиса. Один в Москве, другой в Новосибирске. В Москве у нас два пользовательских компьютера и один сервер. В Новосибирске у нас пока только один компьютер. Данная сеть еще будет расти, будет увеличиваться количество серверов, но пока вот так. Сервер DC01, находящийся в Москве, является контроллером домена. В сети компании StedNet установлена служба каталогов Active Directory Windows Server 2003. Имя домена Active Directory – stednet.ru. Все рабочие станции являются членами данного домена. Плюс все сотрудники этой компании, что в Москве, что в Новосибирске, имеют личные учетные записи в данном домене. Вот наш контроллер домена DC01. И вот все наши пользователи. Здесь пользователи Новосибирска, здесь пользователи Москвы. Вот компьютеры, которые находятся в Москве. Вот единственный компьютер, который у нас находится в Новосибирске. Как все это было создано, освещено в Video Active Directory основные компоненты. Здесь мы можем видеть организационную структуру компании StedNet, а также некие IT-стандарты. На этом сведением заканчиваем и переходим к обсуждению групп в Active Directory Windows Server 2003. Итак, группа – это объект Active Directory, который может хранить в себе другие объекты Active Directory, такие как учетные записи пользователей, контакты, компьютеры и другие группы. Группы предназначены для того, чтобы одновременно управлять сразу несколькими объектами. Вместо того, чтобы работать отдельно с каждым объектом из какого-то множества объектов, можно это множество объектов поместить в одну группу и работать уже с одной группой. Группы значительно облегчают труд системного администратора. Если необходимо, скажем, к пяти ресурсам предоставить доступ, ну, например, сотне пользователей, то вместо того, чтобы каждому ресурсу перечислять одну и ту же сотню пользователей по одному, мы можем воспользоваться группами. И тогда нам необходимо будет перечислить эту сотню пользователей только один раз при создании группы. После этого мы уже сможем при предоставлении доступа к этим ресурсам указывать не каждого пользователя отдельно, а всего лишь одну группу, которая на самом деле олицетворяет целую сотню пользователей. Указываем только одну группу только один раз, а доступ получает 100 пользователей. Плюс к достоинствам применения групп стоит отнести то, что резко снижается количество ошибок при управлении доступом к каким-либо ресурсам. Гораздо легче оперировать единицами или десятками, нежели сотнями или тысячами объектов. Итак, группы, существующие в Active Directory, различаются по типам и областям действия. Давайте начнем с типов. В Active Directory существует два типа групп. Это группы безопасности и группы распространения. Заметьте, что какая-либо одна группа в Active Directory может быть в один момент времени или группой безопасности, или группой распространения. То есть не существует в Active Directory какой-либо группы, которая в один момент времени является и группой безопасности, и группой распространения. Между группами безопасности и группами распространения существует очень серьезная разница. Дело в том, что предоставлять доступ к сетевым ресурсам можно только группам безопасности. Именно для предоставления доступа к сетевым ресурсам и используются группы безопасности. В свою очередь, группы распространения не могут использоваться для предоставления доступа к сетевым ресурсам тем объектам, которые находятся внутри этих групп. Группы распространения используются просто как списки пользователей. Данные списки могут использовать какие-либо программы, которые могут работать с Active Directory. Ниже я привел примеры, как могут использоваться группы безопасности и группы распространения. Вот эти примеры. Рекомендую нажать на паузу и прочитать эти примеры. Думаю, станет гораздо понятней. Пока в нашей сети нет экченж сервера, в 99 случаях из 100 мы будем использовать группы безопасности. Вот эти. Итак, группы в Active Directory бывают группами безопасности или группами распространения. Но есть еще одно различие между группами в Active Directory. И это различие область действия групп. Дело в том, что в одном предприятии может располагаться не один домен Active Directory, а несколько доменов Active Directory, выстраиваясь в одно или несколько деревьев. Поэтому при создании группы в Active Directory нам необходимо указывать область ее действия. В зависимости от того, кто и откуда будет входить в данную группу, и в зависимости от того, где располагаются ресурсы, на которые мы предоставляем права этой группе. Область действия группы показывает, в какой части сети можно назначать разрешение данной группы, а также кто может входить в данную группу. В зависимости от области действия группы бывают следующих типов. Локальная группа домена, глобальная группа и универсальная группа. Давайте о каждой из них поподробнее. Вот чем характеризуется локальная группа домена. В данную группу можно вносить объекты из любых доменов, но может использоваться для назначения доступа только к тем ресурсам, которые расположены в том же домене, где и была создана группа. Глобальная группа характеризуется тем, что в данную группу можно вносить объекты только того домена, в котором и была создана группа, зато может получать разрешение на доступ к ресурсам в любом домене. И последняя универсальная группа. В данную группу можно вносить объекты из любых доменов, и может получать разрешение на доступ к ресурсам в любом домене. Поначалу может показаться, что немного сложновато Но уверяю вас, это не так Просто необходимо один раз разобраться и все Тем, кто испытывает затруднения в понимании области действия групп Надеюсь, помогут примеры Сейчас мы рассмотрим по примеру для каждой из областей Давайте договоримся, что мы являемся администраторами вот этого домена Вот мы Итак, пример первый Перед нами поставлена задача Предоставить доступ на чтение к папке FileServeProject То есть ресурс находится вот здесь Вот он FileServe И на нем находится каталог Project И к нему необходимо предоставить доступ пользователям Jack Вот он, Кристина Вот Гарри Bill Bill и Tom Вот этим пользователям необходимо предоставить доступ к вот этому ресурсу на этом сервере Итак, решение На вот этом слайде Итак, мы знаем, что у нас есть ресурс, который находится в нашем домене Вот мы И вот ресурс, которому необходимо предоставить доступ Он находится в нашем домене И объекты, которые будут помещены в будущую группу Находятся в разных доменах Вот смотрите, Jack Гарри, Линда, Кристина, Билл Они все находятся в разных доменах Итак, давайте выберем из этого списка, какая группа к нам подходит Первое В данную группу Локальная группа домена В данную группу можно вносить объекты из любых доменов Ну, уже подходит Первая часть к нам подходит Так как объекты, которые мы будем помещать в нашу группу Принадлежат разным доменам Следующее Может использоваться для назначения прав доступа Только к тем ресурсам, которые расположены в том же домене Где и была создана группа То есть, мы находимся вот здесь И планируем здесь создать нашу группу И ресурс, которому мы хотим предоставить доступ Находится здесь же Где мы будем создавать эту группу Может быть, другое что-нибудь нам подходит Глобальная группа В данную группу можно вносить объекты только того домена В котором и была создана группа Смотрим Вот здесь ресурс Вот здесь будет создана группа И вот здесь находится до Билл, до Том Но мы видим, что кроме Билла и Тома Есть еще пользователи А они находятся в других доменах Уже не подходит Ну, давайте прочнем дальше Может получать разрешение на доступ к ресурсам в любом домене Ну, в принципе подходит Но вот из-за этого Нам эта область действия Это тип групп, глобальная группа Нам не подходит Также нам подходит Кроме локальной группы Которую мы пока выбрали И универсальная группа Потому что в данную группу Можно вносить объекты из любых доменов И может получать разрешение на доступ к ресурсам В любом домене Нам получается Подходит Локальная группа домена И универсальная группа Но по соображениям безопасности Мы должны Отвергнуть универсальную группу И выбрать Локальную группу домена Универсальная группа Для нас слишком избыточна Вот смотрите Первые строки У локальной группы Домена И у универсальной группы Одинаковые И подходят нам на 100% Да Действительно Нам нужна группа Которая позволяет нам Вносить в нее Пользователей Из разных Любых Доменов Давайте рассмотрим Вторые строки Может использоваться Для назначения доступа Только к тем ресурсам Которые расположены В том же домене Где и была создана группа То что надо На 100% Вместо создания группы Вот здесь мы будем Создавать группу И сам ресурс У нас находится В одном домене Вот здесь Подходит на 100% А здесь Может получать Разрешение на доступ К ресурсам В любом домене Но это тоже подходит Но зачем нам возможность Получать разрешение На доступ к ресурсам В любом домене Возможности Универсальной группы Слишком избыточны Для нашей задачи Наиболее точно Нам подходит Локальная Группа Домена Вот это Следующий пример Итак В этом примере Мы Находимся Вот здесь же Мы являемся Администраторами И находимся Вот в этом домене Задача Предоставить доступ На чтение каталогом FileServeProject Вот у нас Первый ресурс И FileStoreWorkDoc Вот у нас Второй ресурс Пользователям Bill И Tom Вот у нас Bill Вот у нас Tom Решение Так как Перечисленные Пользователи Принадлежат Одному домену Мы видим Что это так Плюс ко всему Пользователи Находятся В том же домене Где мы будем создавать Нашу группу А ресурсы Принадлежат К разным доменам Мы видим Что это так Вот первый Вот второй То необходимо Создать Глобальную группу В домене Stednet.ru Вот здесь Необходимо данной группе Предоставить Право на чтение Папки FileServeProject В домене NWS.stednet.ru Необходимо Данной группе Предоставить Право на чтение Папки FileStore WorkDoc Вот здесь То есть Давайте Повторим Вот на этом Слайде Итак Почему мы Выбрали Глобальную группу Давайте посмотрим Может быть Другие нам Подходят В данную группу Мы сейчас Просмотрим Локальную группу Домена В данную группу Можно вносить Объекты Из любых Доменов Ну Опять таки Подходит Но избыточно Пока Может использоваться Для назначения Доступа Только к тем Ресурсам Которые Расположены В том же Домене Где и была Создана Группа Доступ Только к тем Ресурсам Которые Расположены В том же Домене Где и создана Сама группа Но Вот не подходит Потому что Вот у нас есть Один ресурс Мы вот здесь В этом домене Будем создавать Группу И у нас здесь Да Есть один из ресурсов В этом домене Но так же У нас есть Еще один ресурс Который находится Совсем в другом домене Вот он И поэтому Вот это Утверждение Нам не подходит Поэтому Локальная группа Домена Так же Нам не подходит Ну и с универсальной Группой Опять таки В принципе Конечно Нам подходит И вот это И вот это Но опять таки По сравнению С глобальной Группой Универсальная Группа Слишком Избыточна Для нас А мы должны Выбирать Ту группу Которая Максимально Точно Подходит К той Задаче Которая Перед нами Стоит Третий Пример Задача Предоставить Доступ На чтение К каталогам Файл Серв Проджект И Файл Сторг Воркдок Пользователям Билл Том Джек Джулия И Линда Решение Задачи Разным Доменом Принадлежат Как Перечисленные Пользователи Так и Перечисленные Ресурсы Поэтому Необходимо Создать Универсальную Группу И внести Всех Перечисленных Пользователей В нее Затем Необходимо В домене Stednet.ru Предоставить Данной Группе Доступ На чтение Ресурса Файл Серв Проджект А в домене nvs.stednet.ru Этой же Группе Предоставить Доступ На чтение Файл Стор Воркдок Давайте Запомним Что у нас В этой Задаче Ресурсы В разных Доменах И пользователи Также в разных Доменах Вернемся Вот к этому Слайду И порассуждаем Итак Локальная Группа Домена В данную Группу Можно вносить Объекты Из любых Доменов Да Действительно Наши объекты Наши Пользователи Находятся В разных Доменах Подходит Ставим Плюсик Может Использоваться Для назначения Доступа Только к тем Ресурсам Которые Расположены В том же Домене Где и была Создана Группа Все не Подходит Потому что Помните Ресурсы у нас Также в разных Доменах Не Подходит Глобальная Группа В данную Группу Можно вносить Объекты Только того Домена В котором И была Создана Группа Ну Уже На первой Строке Мы видим Что глобальная Группа Нам не Подходит Тоже Универсальная Группа В данную Группу Можно вносить Объекты Из любых Доменов Да Действительно У нас Есть Объекты В Пользователи Наши Которые Находятся В разных Доменах Может Получать Разрешение На доступ К ресурсам В любом Домене И это Нам подходит Потому что Файл Стор И Файл Серв У нас Находятся В разных Доменах Именно Поэтому Вот В третьем Примере Нам Наиболее Полно И точно Подходит Универсальная Группа Вот В этом Примере Альтернативы Универсальной Группы Нет Мы с вами Видим Здесь Так называемые Доменные Группы Эти Группы Являются Объектами Active Directory Они Создаются И живут В Active Directory Но Стоит Сказать Что Существует Еще один Тип Это Локальная Группа Не локальная Группа Домена А просто Локальная Группа Или еще Уточняет Локальная Группа Компьютера Вот У нас Есть Рабочая Станция Green Под Управлением Операционной Системы Windows XP Professional И Вот На данной Рабочей Станции Мы Видим Есть Локальные Группы Вот Они Локальные Группы Компьютера Характеризуются Следующим Во-первых Локальная Группа Создается И хранится На каком Либо Компьютере Или Рядовом Сервере То есть Локальная Группа Компьютера Не является Объектом Active Directory Локальные Группы Компьютера Существуют На всех Свежих Операционных Системах Компании Microsoft Вот Например Локальные Группы На компьютере С операционной Системой Microsoft XP Professional Вот они Локальные Группы А вот Локальные Группы На сервере С операционной Системой Windows Server 2003 Вот они Все Все группы Что мы видим Здесь Были созданы Автоматически При установке Я Никаких Групп Вручную Вот Из этих Не создавал Эти Локальные Группы Которые Были Созданы Автоматически Называются Локальные Группы Компьютера По умолчанию Кроме Использования Этих Автоматически Созданных Групп Мы можем Создавать И свои Локальные Группы Ну Например Смотрите Создать Группу С именем Тест Вот У нас На данном Компьютере Теперь Есть Локальные Группы Которые Были Созданы Автоматически Вот они И вот Одна Локальная Группа С именем Тест Мы Создали Ее Сами Вручную Удалим Е Замечу Что Локальные Группы Существуют На простых Рабочих Станциях И рядовых Серверах Но Не на Контроллерах Домена Это Важно Вот Смотрите Вот у нас Есть Сервер С Именем DC02 И Он Не является Контроллером Домена Мы Видим Что Он Даже Ни в Какой Домен Не Входит И Вот На данном Сервере Мы Видим Что У нас Есть Локальные Группы И Мы Даже Создавали Вручную Локальную Группу А вот Точно Такой же По Железу Сервер Здесь Установлена Та же Самая Операционная Система Минус Сервер 2004 Но Так как Данный Сервер Является Контроллером Домена То Никаких Локальных Групп Здесь Нет Смотрите При Установке Службы Актив Директор На этот Сервер Все Локальные Группы Впрочем Как и Пользователи Локальные Были Отсюда Удалены И После Успешной Установки Актив Директор На данный Сервер И Следовательно После Того Как Данный Сервер Стал Контроллером Домена На Нем На этом Самом Контроллере Домена Мы Можем Использовать Только Доменные Группы Те Группы Что Являются Объектами Актив Директор Те Группы Что Создаются И Хранятся В базе Актив Директор А не В локальной Базе Сервера Мы На контроллере Домена Можем Использовать Только Вот Эти Группы Что Есть В Актив Директор И Которые Мы Можем Просмотреть С помощью Основки Актив Директор Пользователей Компьютеры Вот У нас Уже Здесь Есть Встроенные Группы Они Не Локальные На Контроллере Домены Нет Локальных Групп И Вот Мы Это Видим И Создать Вручную Мы Так же Их Не Можем Итак Первое Чем Характеризуется Локальная Группа Компьютера Это То Что Она Создается И Хранится В Локальной Базе Какого Либо Компьютера Или Рядового Сервера Второе Чем Характеризуются Локальные Группы Компьютера Вносить В Локальную Группу Компьютера Можно Только Объекты Которые Находятся На том же Компьютере Где И Была Создана Эта Локальная Группа И Плюс Так же Можно Уносить Домины Объекты Если Компьютер Принадлежит Какому Либо Домину Вот Смотрите Компьютер Green Здесь Мы Видим Локальные Группы Данного Компьютера Вот Они И Давайте Откроем Группу Администраторы И Вот Очень Яркий Пример Здесь Мы Видим Что В Локальную Группу Администраторы Компьютера Green Помещено Два Объекта Один Объект Это Локальный Пользователь Локадмин Так как Он Является Членом Локальной Группы Администраторы То Он Имеет Админские Права На этом Компьютере Второй Объект Это Уже Доминный Объект Мы Видим Что На этой Иконке Изображено Два Пользователя Означает Что Этот Объект Группа Вот Здесь На иконке Нарисован Один Человечек И Значит Этот Объект Пользователь Причем Мы Видим Что Здесь Один Человечек Нарисован С Компьютером Значит Это Локальный Пользователь Если Мы Внесем Сюда В Эту Группу Пользователя Не С этого Компьютера А С домина Давайте Попробуем То Вот Как Он Будет Выглядеть Вот Эта Иконка Показывает Что Это Домин И Пользователь Кстати В локальную Группу Нельзя Вносить Другую Локальную Группу В Локальную Группу Внести Домин Группу Можно Вот Мы видим Яркий Пример В Локальную Группу Администраторы Была Помещена Доминная Группа Администраторы Домина В Локальную Группу Внести Домин Группу Можно А Другую Локальную Нет Итак Мы сейчас Рассмотрели Пример Того Что В Локальную Группу Компьютера Можно Вносить Только Объекты Которые Расположены На том же Компьютере Что и Сама Группа Плюс Если Компьютер Входит В какой-либо Домин То В локальную Группу Компьютера Можно Вносить Доминные Объекты И Наконец Третье Чем Характеризуются Локальные Группы Компьютера Локальную Группу Компьютера Мы можем Использовать Только На том же Самом Компьютере На котором И была Создана Эта Группа Плюс Ресурсы На которую Мы хотим Дать Какой-либо Доступ Используя Локальную Группу Компьютера Должны Находиться На этом же Компьютере Что Это Значит Что Значит Локальную Группу Компьютера Можно Использовать Только На том же Самом Компьютере На котором Была Создана Группа Вот Смотрите На Компьютере Green Вот На этом Компьютере Создаем Локальную Группу Тест Правой Кнопкой Создать Группу Тест Никого Вносить Сюда Не будем Просто Создаем Группу Теперь Давайте Домини Вот Она Это Компьютер Black И Теперь Попробуем Ну Например В Локальную Группу Администраторы Добавить Группу Тест Которую Мы Создали На Компьютере Green Нажимаем Добавить И Пишем Помните Мы Называли Тест Пишем Тест Ищем Где Как мы Видим Сейчас Мы Ищем В Домини Нажимаем ОК Тут Нас Просят Ввести Имя Того Пользователя Кто Может Обращаться К базе Active Directory Мы Видим Не удалось Найти Объект С Именем Тест И Правильно Мы Создавали Группу Тест На Компьютере Локально На Компьютере Green И Естественно В базе Active Directory Данной Группы Нет Ну Хорошо Быть может В домине Нет Давайте Поищем Поищем Компьютере Поменяем Место Поиска Мы Теперь Будем Искать Не В Нашем Домине А На Компьютере Black На Котором Мы Сейчас Находимся Нажимаем ОК И Видим То же Самое Неудовольствие Найти Объект С Это Конечно Все Правильно Естественно Что Компьютер Black Ничего Не Знает О Каких То Там Созданных Базах С Тест В Компьютере Green Сейчас Компьютер Black Посмотрел У себя В Локальной Базе Те Группы Что У него Есть И Так Как На Компьютере Black Мы Не Создавали Группу С Именем Тест Естественно Он Ее Не Нашел Еще Раз Почему У нас Ничего Не Получилось Потому Что Группа Тест Которую Мы Создали Это Локальная Группа Компьютера Green И Воспользоваться Ею Мы Можем Только На Компьютере Green А Вот Было Еще Утверждение Что Ресурсы На Которую Мы Хотим Дать Какой Либо Доступ Используя Локальную Группу Компьютера Должны На Том же Компьютере Что Это Значит Да Практически То же Самое Что И Выше Сказанное Смотрите Создаем Здесь Ресурс Ну Например Папку С именем 555 И Пытаемся Предоставить Данному Ресурсу Доступ Вот Той Группе Которую Мы Создавали На Компьютере Green Вот То же Самое Мы Видим Окно Что Мы Уже Видели Сколько Мы Тут Не Искали Как В Домене Не Получилось Так И На Этом Компьютере Мы Не Найдем Эту Группу Потому Что Как Уже Было Сказано Ресурсы На Которую Мы Хотим Дать Какой Либо Доступ Используя Локальную Группу Компьютера Должны На Том же Компьютере То есть В нашем Случа Должны На Компьютере Green Вот Тут Создаем Ресурс Давайте С Именем Т Семерки И Пробуем Здесь Предоставить Доступ К Этой Папке Группе Тест В Доме Не Искать Не Будем Потому Что Ну У На Компьютере Black Мы Доме Не Искали Эту Группу Не Нашли Так Смысла Нет Сразу Ищем На Компьютере Green Пишем Что Мы Ищем Тест Отлично Мы Ее Нашли У Нас Все Получилось Отмечу Еще Одно Создавать Локальные Группы На Каком Либо Компьютере Может Пользователь Входящий В Одну Из Двух Групп Первая Группа Это Администраторы И Вторая Группа Это Опытные Пользователи Ну что ж С локальными Группами Все Давайте Вернемся К Нашим Доминам Группам Итак Мы Уже Знаем Что Группы Бывают Группами Безопасности Или Группами Распространения Плюс Группы В Эктик Директоре Обладает Различными Областями Действия Кстати Область Действия Какой-либо Группы Можно Менять То есть Если мы Создали Глобальную Группу Безопасности То Впоследствии Мы Можем Изменить Ее На Локальную Группу Домина Мы Это Увидим На Практике Ну что ж Всеми Теоретическими Знаниями Мы Уже Обладаем Давайте Перейдем К Этой Самой Практике Давайте Начнем С задачи Которую Мы Выполним Используя Группы Итак Задача Необходимо Для каждого Отдела На сервере DC01 Создать Отдельный Сетевой Ресурс То есть Для каждого Отдела Создать Каталог На сервере DC01 Которому Сотрудники Этих Отделов Могли Бы Получать Доступ По сети Со своих Рабочих Станций Причем Доступ К отдельной Папке Должны Иметь Только Сотрудники Того Отдела Которому Принадлежит Данная Папка Для того Чтобы Сотрудники Разных Отделов Могли Работать Над Общими Документами Необходимо Создать Каталог Доступ По сети К которому Должны Иметь Все Мы Сейчас С вами Будем Создавать Папки Давайте Вот Для Этих Отделов Випов И Наших Айтишников Пока Трогать Не Будем Итак Создаем На сервере DC01 Каталоги Для Наших Выбранных Отделов Вот У нас Сервер DC01 И Вот Здесь Создаем Каталог Докстор Мы Расшарим И Уже Вот Здесь Создаем Каталоги Для Наших Выбранных Отделов Док Сейл Для Отдела Продаж Док Аккаунтинг Для Нашей Бухгалтерии И Док Продакшн Для Отдела Производства Итак Каталоги Созданы Теперь Поработаем С Группами Для Этого Открываем Оснастку Active Directory Пользователей Компьютера Кстати При установке На сервер Службы Active Directory В этой Самой Active Directory Автоматически Создаются Некоторое Количество Групп Вот Они В Контейнере Built In Все Группы И Также Есть Группы В Контейнере Users Вот Они Подробно О них Рассказывать Не буду А вместо Этого Дам Вот Эту Ссылку Вот Она Настоятельно Рекомендую Сейчас Нажать На Паузу И Ознакомиться С тем Что Там Написано Для Тех Кто Не Может Это Сейчас Сделать Ну Вдруг Интернет Временно Отсутствует Я Покажу Что Находится По Этому Адресу Вот Здесь Очень Подробно Описано Каждая Из Так Называемых Групп По Умолчанию Так Как Здесь Очень Хорошо И Заходчиво Все Описано Застрять Внимание На Группах Присутствующих По Умолчанию В Active Directory Я Не Буду Кстати Количество Групп Представленных Здесь Не Постоянно По Мере Добавления Новых Сервисов Нашей Сети Будет Расти Количество Групп Расположенных Здесь По Мере Добавления Новых Сервисов Нашей Сети Здесь Автоматически Будут Создаваться Новые Группы Например Ну Давайте Нашему Серверу Добавим Роль DHCP Сервера Смотрите Сейчас Не Здесь Ни Здесь Никакой Группы В названии Которое Присутствовало Слово DHCP Нету Ни Здесь Ни В контейнере Юзерс Ни В контейнере Билдин Добавляем Роль DHCP Сервер То есть После этого Наш Сервер Будет Являться В том числе И DHCP Сервером Ну Вот Роль DHCP Сервера Добавлено Настраивать Не будем То что Добавлена Роль Нам этого Достаточно Итак Смотрим Теперь Мы видим Что у нас Появилось Автоматически Две Группы Администраторы DHCP И Пользователи DHCP А как Вообще Создаются Группы Группы Могут Создаваться Несколькими Способами Первый способ Автоматически Я только что Продемонстрировал Этот способ Мы на нашем сервере Установили DHCP сервер И у нас Автоматически Создалось Две группы Это пользователи Общ Rapid Двери DHCP Двери Следующий способ Создание Группы При помощи Скриптов Здесь Рассматривать не будем Но Знаете Что такой Способ Есть И Третий способ Вручную Сейчас Мы Подробно Рассмотрим Этот способ Как И при Создании Любого Другого Объекта В Active Directory мы сначала должны определить место, где мы будем хранить наши группы. Давайте договоримся так. Для групп, которые затрагивают только что-то новосибирское, мы создадим подразделение Groups подразделений Новосибирск. Вот здесь. Создаем подразделение Groups. Для групп, которые затрагивают только что-то московское, ну, например, только московских пользователей, мы создадим подразделение Groups подразделений Moscow. Вот здесь. Для тех групп, в которые будут входить как московские, так и новосибирские какие-либо объекты, создадим подразделение Groups подразделений SteadNet. Продолжение следует. Должны выстраиваться, ну, например, подразделения. Итак, места для хранения групп мы подготовили. Мы, кстати, могли бы и не создавать никаких отдельных подразделений для наших групп, вот этих. Мы запросто можем создать наши группы и в этих уже существующих подразделениях. Но мы постараемся держать базу Active Directory в порядке, и поэтому мы все-таки создали для групп отдельные подразделения. Вот эти. Давайте создадим первую группу. Мы сейчас создадим группу, олицетворяющую всех сотрудников, ну, пускай отдела продаж. Кстати, очень важно. Создавать группы в Active Directory могут пользователи, входящие в одну из этих групп. Вот кто может в Active Directory создавать группы. Мы сейчас работаем под пользователем SuperAdmin, а он является членом группы администраторы предприятия. Как, впрочем, и группы администраторы домена. И поэтому мы сейчас сможем создать наши группы. Итак, так как мы создаем группу для отдела продаж, а отдел продаж находится в Москве, то мы должны выбрать подразделение Groups, что находится в подразделении Moscow. Вот здесь. Здесь нажимаем правую кнопку мыши и выбираем создать группа. В поле имя группы мы должны ввести какое-либо звучное название этой группы. Мы создаем группу для всех сотрудников отдела продаж, и поэтому мы введем здесь Sale Employees. Помните, мы с вами говорили, что группа бывает разных типов и обладает различными областями действия. Так вот, сейчас мы должны вот здесь определиться, каким типом должна обладать наша создаваемая группа, и какая у нее будет область действия. Напомню, что все, что мы здесь сейчас выберем, впоследствии можно будет поменять. Итак, какой тип и какая область действия. Давайте порассуждаем. Так как при помощи этой группы мы будем предоставлять доступ к одному из каталогов, то вот здесь мы должны выбрать группу безопасности. Помните, именно группа безопасности используется для предоставления доступа к сетевым ресурсам. Пока все легко. Здесь выбираем группу безопасности. А какая область действия? Смотрите. В принципе, исходя из нашей задачи, нам подходит любая область действия, что здесь описано. Но давайте выберем более подходящую. Универсальную группу отвергаем сразу. У нас нет одновременно того, что пользователи ресурсы находятся в разных доминах. Эта группа слишком избыточна для нас. Я уверен, что из оставшихся двух мы найдем более подходящую. Итак, локальная группа домина или глобальная группа? Здесь мы должны выбрать глобальную группу. Вот смотрите. Первые строки. В данную группу можно вносить объекты из любых доминов. И здесь. В данную группу можно вносить объекты только того домина, в котором и была создана группа. А мы знаем, что мы создаем группу для пользователей отдела продаж компании StedNet. И что все эти пользователи находятся в нашем домине. Там же, где и создаем группу. Пользователи других доминов не могут быть сотрудниками отдела продаж компании StedNet. Если ты сотрудник отдела продаж компании StedNet, то будь любезен работать под учеткой нашего домина. Поэтому из первых строк нам подходит вот это. Что у глобальной группы. Давайте рассмотрим вторые строки. Может использоваться для назначения доступа только к тем ресурсам, которые расположены в том же домине, где и была создана группа. И может получать разрешение на доступ к ресурсам в любом домине. Да, нам больше, конечно, подходит вот это. Что у локальной группы домина. Но из двух зол выбираем меньше. Нам не надо того, что доступ к каталогам наших отделов, вот этих, может получить кто-то из другого домина. Мы должны защищать свои ресурсы. Именно к этим ресурсам, вот к этим, должны иметь доступ только пользователи нашего домина. Мы можем создать еще какой-нибудь ресурс, и будем это делать. Доступ к которому мы будем предоставлять с помощью локальной группы домина. С тем ресурсом будут работать как наши пользователи, так и пользователи со стороны, с других доминов. Но вот к этим папкам должны иметь доступ только наши пользователи. А возможность получать доступ к ресурсам в любом домине, будем рассматривать как приятную мелочь. Итак, здесь выбираем глобальное. Кстати, при создании группы нам по умолчанию и предлагается вот такая комбинация. Тип группы, группа безопасности и область действий глобальная. Жмем ОК. И вот она, наша созданная группа. Вот так, используя оснастку Active Directory пользователей и компьютеры, мы создали группу Sale Employees. Давайте теперь наполним данную группу объектами. В нашем случае это будут пользователи. Сейчас мы каждого сотрудника отдела продаж. Вот они. Сделаем членами группы Sale Employees. Сделать это, то есть добавить объект в группе, можно тремя способами. Первый способ. Скриптами. Рассматривать сейчас не будем. Второй способ. Выбираем необходимую группу. Вот она в нашем случае. Нажимаем правую кнопку мыши и выбираем свойства. Или можем просто дважды кликнуть на самой группе. В любом случае мы окажемся вот здесь. Вот в таком окне. Затем выбираем вкладку члены группы. Вот здесь нажимаем добавить. И здесь мы должны ввести имя того объекта, который мы сюда добавляем. В нашем случае это должен быть кто-то из пользователей отдела продаж. Новиков Николай Анатольевич первым у нас будет. По нашим правилам у него юзернейм должен быть новиков, подчеркивание, имя как у него, Николай. Значит подчеркивание N. Нажимаем проверить. Да. Вот он. Нашелся. Нажимаем ОК. И вот, после того, как мы нажмем применить или ОК, Новиков Николай станет членом группы Sale Employees. Нажимаем ОК. Это был первый способ. Второй. Прошу прощения. Первый это скрипты. Второй мы сейчас посмотрели. И третий способ. Нам необходимо выбрать сам объект, который мы хотим внести в группу. В нашем случае мы должны выбрать объект, пользователь, второй кто у нас, Титов Сергей. Ищем его. Мы знаем, что он должен находиться вот здесь. Выбираем его. Вот он. Ну и также правая кнопка, свойства, или дважды кликаем. И здесь выбираем член групп. Здесь нажимаем Добавить. И ищем уже имя группы. В нашем случае Sale Employees. Ну, первых букв достаточно. Нажимаем Проверить имена. Да, действительно, вот эта группа нашлась. Нажимаем ОК. И здесь тоже ОК. Вот таким способом мы добавили Сергея Титова к группе Sale Employees. Давайте убедимся в этом. Откроем группу Sale Employees. И там должно быть два сотрудника. Это Новиков Николай и Титов Сергей. Давайте посмотрим. Члены Новиков Николай и Сергей Титов. Все верно. Вот так, выбирая любой удобный для нас способ, мы должны поместить в эту группу всех сотрудников отдела продаж компании StedNet. У нас осталось двое. Это Сорокина Лариса и Белова Мария. Давайте их добавим. Выбрали группу. Нажимаем Добавить. Первая будет Сорокина Лариса. Отлично. И вторая Белова Мария. Отлично. Нажимаем ОК. Применить. Итак, теперь все четверо, а у нас их четверо в отделе продаж, все четверо пользователей отдела продаж являются членами группы Sale Employees. Очень рекомендую заполнять вот это поле. Правой клавишей мыши на группе свойства. Вот оно. Описание. Если мы его заполним, а мы его заполним, давайте здесь напишем все сотрудники отдела продаж. Так вот, после того, как мы заполнили это поле, эта информация появляется вот здесь. Очень удобно, правда? Ведь бывает трудно подобрать так называемое говорящие имя для группы. И тогда описание – очень полезная штука. Плюс ко всему, очень полезная, когда у вас очень много групп. Вы можете быть не единственным администратором в домине, кстати. И тогда вашему коллеге будет гораздо понятнее, что же за группу вы создали. Да и вы сами можете забыть, что же это за группа и зачем вы ее год назад создавали. А тут бах, напоминалка. Плюс можно осуществлять поиск в Active Directory по этому параметру. Ну что ж, мы теперь знаем, как создавать группы и как вносить в группы объекты. Мы вносили пользователей. И вот теперь нам осталось создать еще две группы. Мы же создавали для нескольких групп. Для отдела продаж, для бухгалтерии и для производства. Для отдела продаж мы создали. Осталось создать для бухгалтерии. Вот здесь же бухгалтерия у нас находится в Москве. И для отдела производства. Для сотрудников отдела производства. Эта группа будет создана уже здесь. Я не буду создавать эти группы и вносить пользователей в эти группы в режиме онлайн. Я сейчас поставлю на паузу и создам это, ну скажем так, в оффлайне. Вернемся после того, как я создам эти группы и внесу всех пользователей в эти группы. Ну вот, все группы созданы. Вот здесь я создал еще одну группу для бухгалтеров. В этой группе находятся все сотрудники, кто работает у нас в отделе бухгалтерии. И вот здесь создал еще одну группу для отдела производства. Здесь находятся учетные записи всех пользователей, кто работает в отделе производства. Также для всех групп, что я создал, заполнил поле описания. Хочу сказать, что один пользователь может входить во множество групп сразу, одновременно. Одна учетная запись, ну например, пользователя, такая как эта, одновременно находиться в двух или трех и так далее подразделениях, вот как эти, не может. А та же учетная запись, та же одна учетная запись в двух, трех, хоть сотне групп может запросто находиться. Вот смотрите, давайте создадим еще одну группу с именем All Department Employees. Разместим ее вот здесь, потому что в эту группу будут входить сотрудники всех отделов, как Москвы, так и Новосибирска. Создаем группу с именем All Department Employees. Employees. В описании введем сотрудники всех отделов. И так как у нас мы создали группы, на самом деле не для всех отделов, вы помните, мы создали только вот для этих. ВИПов и айтишников мы не трогали. Мы тогда вот здесь уточним. Сотрудники всех отделов и в скобочках. Сейл. Сейл не так пишется. Аккаунтинг и продакшн. И вот, несмотря на то, что... Давайте выберем учетную запись. Какую-либо. И вот, давайте Николай Новиков. И вот, несмотря на то, что учетная запись сотрудника Новикова Николая уже входит в одну группу, вот мы видим в группу Sale Employees, мы запросто можем эту учетку поместить и в другую группу. Ну, например, вот в эту. Давайте это сделаем. Новиков, подчеркивание N. Ну вот, у нас все получилось. Теперь учетная запись Новиков, подчеркивание N одновременно находится в двух группах. Вот первая. И вот вторая. Вот он. Кстати, мы создали группу All Departments Employees. Она должна содержать всех сотрудников отделов Sale, отдела продаж, бухгалтерии и производства. И я, как мы видим, уже начал вносить в эту группу этих сотрудников. Вот я внес Новикова Николая. Но, конечно же, это неправильно. Зачем мне каждого из этих сотрудников, вот этих, вносить в эту группу по отдельности? Ведь у нас уже есть группы, которые их всех описывают. Я внес сюда Новикова Николая, только чтобы продемонстрировать, что одна учетная запись может быть членом разных групп одновременно. Поэтому удаляем отсюда эту учетную запись. И вместо того, чтобы по отдельности вносить сюда вот эти, вот эти все 14 учетных записей, вместо этого мы внесем сюда только три группы, что мы создавали ранее. Этим я продемонстрирую наглядно удобство использования групп, плюс еще то, что одна группа может быть членом другой. Смотрите. Вносим сюда группу, которая олицетворяет всех сотрудников отдела продаж. Следующая группа – это производство. И последняя. Все. Готово. Теперь, если нам понадобится предоставить доступ к какому-либо ресурсу всем сотрудникам отделов продаж, бухгалтерии, производства, то мы можем воспользоваться только одной группой. Вот этой – All Departments Employees, которая олицетворяет собой всех сотрудников этих отделов. Ну, вот здесь мы видим, кто входит в данную группу. Вот мы видим, что есть какая-то группа. И вот здесь мы видим, кто в эту группу входит. А как понять, какой группе принадлежит эта группа? То есть, входит ли в какую-либо группу эта? Вот кто находится в ней, мы видим. А как понять, кому она принадлежит? Теперь, если нам понадобится предоставить доступ к какому-либо ресурсу всем сотрудникам отделов продажи, бухгалтерии, производства, то мы можем воспользоваться только вот этой одной группой – All Departments Employees. Потому что она олицетворяет теперь всех сотрудников этих отделов. Ну, вот здесь мы, кстати, можем видеть, кто входит в данную группу. А как понять, входит ли эта группа в какую-либо другую группу? И если входит, то в какую? Эту информацию мы можем получить вот на этой вкладке – Член групп. Здесь мы увидим, что вот эта группа – All Departments Employees – не является членом какой-либо другой группы. Но вот эти три группы должны вот на этой вкладке что-то, конечно же, содержать. Что-то тут должно быть у них написано, потому что они являются членами, как мы видим, группы All Departments Employees. Поэтому здесь у них должно быть отображено имя этой группы. Давайте проверим. Итак, Production Employees. Смотрим вкладку – Член групп. Все правильно. На остальных двух должно быть то же самое. Все верно. И последнее. Да, так и есть. Вот эта вкладка – Член групп, конечно же, есть и в объекте Пользователь. Потому что пользователь же может быть членом какой-либо группы. Мы об этом уже знаем. И вот мы видим, что Новиков Николай является членом двух групп. Sale Employees и Пользователи домена. Sale Employees – это та группа, что мы создали, одна из них. А вот эта – это одна из групп по умолчанию. Говоря о группах, стоит упомянуть, конечно же, и об менеджере группы. Смотрите, правая кнопка – Свойства. И вкладка – Управляется. Что это? И для чего это нужно? Мы, как администраторы, можем указать здесь какого-либо пользователя. И тогда указанный нами пользователь станет менеджером данной группы. Давайте здесь укажем кого-либо. Ну, например, Петрова Ивана. Он у нас находится в Новосибирске. Итак, указали. Вот, кроме представленной здесь справочной информации, а мы вносили только вот номер телефона, мы можем установить вот эту галочку. Менеджер может изменять членов группы. И тогда наш указанный пользователь сможет носить или выносить из данной группы объекты, создавать группы в Active Directory или удалять существующие в Active Directory группы он не сможет, но управлять членством этой группы он вправе. Просто необходимо обеспечить данного сотрудника необходимыми инструментами на его компьютере для работы с Active Directory. Смотрите, есть у нас рабочая станция Black. Находится она в Новосибирске. Эта рабочая станция входит в наш домен. И здесь мы установим оснастки, которые позволяют работать с Active Directory. Работать с Active Directory на самого контроллера домена, на самом контроллере домена, совсем не обязательно и даже вредно, очень вредно. В целях безопасности мы должны установить инструменты для работы с Active Directory на какой-либо рабочей станции и управлять Active Directory уже оттуда. Вот эти оснастки установить, вот как в данном случае на простую рабочую станцию с операционной системой Windows XP Professional, можно скачав с сайта Microsoft вот этот файл adminpack.exe. Установив его, мы вот здесь получаем вот такое новое, новые строки мы здесь увидим. Вот те же самые Active Directory Users and Computers, Active Directory Sites and Services и Active Directory Domains and Trust. Это те же самые обвязки, что мы пользовались и вот на контроллере домена вот здесь. Просто в данном случае они названы по-английски, это англоязычные версии этих оснасток. Итак, оснастки установлены. Мы их устанавливали под локальным админом. Выходим. И сейчас заходим здесь под пользователем, которого мы указали вот здесь. Иван Петров. Здесь указываем, что мы входим в домен. Итак, мы зашли на данный компьютер под Петровым Иваном. Это простой рядовой пользователь, никаких админских прав в Active Directory он не имеет. И вот смотрите, мы вот здесь его указали, то что он является менеджером данной группы All Departments Employees. И даже установили галочку «Менеджер может изменять членов группы». Но мы пока не нажали ни на «Применить», ни на «Ок». Давайте попробуем сейчас изменить членов данной группы. «Актив Директори», «Юзерс энд Компьютерс», находим ту группу, вот она здесь. И пытаемся сюда кого-то добавить, удалить. Естественно, у нас ничего не получается. Пробуем сделать то же самое, но после того, как мы нажмем здесь «Применить». Итак, «Мемберс» мы видим, что теперь рядовой пользователь Петров Иван может менять членство в данной группе. Он может сюда кого-нибудь добавить, например, своего коллегу Ларионова Александра. И даже удалить. Может того же Ларионова, которого он добавил, удалить. Может удалить даже те группы, которые админ сюда внес. Но мы их отсюда удалять не будем, они нам здесь еще понадобятся. Продемонстрируем, как можно удалять на том же Александре Ларионове. Отлично. Вот таким образом, используя менеджера группы, мы можем предоставить право на изменение членства в какой-либо группе любому, даже самому простому, обыкновенному пользователю без каких-либо особых прав. Давайте у Ивана Петрова все-таки отберем это право. Не будем разбрасываться правами направо и налево без каких-то веских причин. Ну что ж, продолжим. Итак, группы мы создали. Пользователи туда внесли. Давайте же приступим сейчас непосредственно к предоставлению доступа при помощи групп. Ведь именно ради этого мы все и затевали. Итак, вот наши ресурсы. Начнем с док-стор. Расшарим данный ресурс. Здесь всем предоставим полный доступ. Вот здесь же будем использовать уже НТФСные права. Начнем с каталога Doc Accounting. Как мы помним, к данному каталогу должны иметь доступ только пользователи, которые у нас существуют в отделе бухгалтерии. Удаляем отсюда всех и добавляем только одну единственную группу. Accounting Employees, которая олицетворяет собой всех пользователей, которые есть у нас в отделе бухгалтерии. Готово. Практически то же самое делаем и с остальными. Только вместо группы Accounting Employees здесь добавляем Production Employees. Предоставляем данной группе полные права. На данный ресурс. Здесь. Даже администраторов удаляем. Здесь мы должны внести Sale Employees. И также полный доступ. Ну что ж, вот таким образом мы предоставили, используя группы, доступы к данным ресурсам. Проверяем. Проверять будем на компьютере игры. Стоп. Забыл еще один ресурс. Помните, все наши три отдела должны иметь какой-то один общий ресурс, где они могли бы обмениваться файлами или работать над какими-то общими документами. И вот этот ресурс. Dog for all. Мы предоставлять доступ к этому ресурсу не будем, при предоставлении доступа к этому ресурсу мы не будем перечислять все три группы, которые олицетворяет каждый отдел. Потому что, помните, у нас есть одна группа, которая олицетворяет всех сотрудников, всех трех отделов. Вот эта группа. Здесь нет, здесь не перечислено каждого сотрудника поименно. Но зато здесь присутствуют группы, которые в свою очередь олицетворяют всех пользователей поименно. Поэтому, здесь выгоняем всех, кто здесь не должен быть, включая администратора. И добавляем всего одну группу. All departments employees. Предоставляем полный доступ. И вот теперь проверяем. Давайте начнем с бухгалтерии. Итак, есть у нас в бухгалтерии бухгалтер Кузнецова Ирина. Заходим под ней на данный компьютер. Указываем, что входим в домен. Ирина у нас первый раз входит в сеть. Поэтому меняем пароль. При создании учетной записи мы ставили галочку требовать смену пароля при первом входе в систему. И вот эта галочка отрабатывает. Итак, зашли. Отлично. Вот наши ресурсы. Так как Кузнецова Ирина является у нас бухгалтером, следовательно, ей должны быть доступны два каталога. Doc Accounting и Doc4All. Здесь она должна создавать файлы, редактировать их и должна мочь их удалять. Вот в эти два каталога доступ ей должен быть запрещен. Проверяем. Начинаем с, ну скажем так, родного для нее Doc Accounting. Создаем здесь какой-нибудь файл. Отлично. Создается. Можем ли редактировать? Можем. Можем ли удалить? Можем. То же самое и в этом каталоге. Создается. Редактируется. И удаляется. Вот здесь отказано в доступе. Должно быть. Так и есть. Работает. Давайте теперь попробуем. Зайдем на... Ну давайте на другой. На компьютер Black под кем-либо из... А, вот кстати. Петров подчеркивание И. Это у нас Петров Иван. Он у нас в отделе производства в Новосибирске. Вот мы уже под ним зашли. Давайте посмотрим здесь. Так как Иван у нас сотрудник производства, следовательно, ему должны быть также доступны два каталога, но уже другие. Вот один все тот же for all, а другой вот этот. В док-аккаунтинг у него должен быть access deny и здесь то же самое. Ну давайте с них и начнем. Здесь отказано в доступе. Отлично. Здесь отказано в доступе. Тоже хорошо. В док-продакшн. Файлы создаются. Редактируются. Удаляются. В док-for-all. В док-for-all то же самое. Отлично. Ну, всех пользователей проверять не будем. Мы и так видим, что наши группы работают. Мы, конечно, не совсем корректно отнеслись к назначению прав. Не совсем точно установили уровень необходимого доступа. Но нам это и не надо было. Нам необходимо было убедиться, что наши группы работают. И мы убедились в этом. И мы убедились в этом. Да. Обещал показать, что можно менять тип и область действия уже созданной группы. Давайте создадим здесь, ну, пускай здесь, группу с именем тест. Нажимаем правую кнопку мыши, выбираем свойства или просто дважды кликаем. Вот сейчас мы видим, что эта группа тест у нас глобальная группа безопасности. И мы видим также, что вот здесь, что мы действительно можем менять область действия. Но есть одна особенность. Сразу напрямую глобальную группу изменить на локальную группу домина нельзя. Но мы можем сделать из глобальной группы универсальную. А уже потом из универсальной мы можем сделать локальную группу домина. Вот так. То же самое и с локальной группой домина. Вот мы видим, что сейчас у нас эта группа стала локальной группой домина. Так вот, из локальной группы домена сделать сразу глобальную мы не можем. Но мы можем локальную группу сначала сделать универсальной, а уже затем глобальной. Это как дороги с односторонним движением. С глобальной группы мы можем уехать только в универсальную. И с локальной группы домена мы можем уехать тоже, только в универсальную. Универсальная же группа имеет двухстороннее движение. Хочешь в глобальную, а хочешь в локальную. Но, к сожалению, ничего не дается даром, а может быть и счастью. Дело в том, что вот на все эти перепрыги с универсальной на глобальную, с локальной на универсальную и так далее, есть ограничения. И вот они. Глобальную группу переключить в универсальную мы можем только тогда, когда данная группа не является членом другой глобальной группы. С локальной группы домена переключиться в универсальную возможно только тогда, когда данная группа не содержит другие универсальные группы. А вот с универсальной группы переключиться в локальную группу домена мы можем всегда. Никогда и ничто нам не мешает сделать это. Кстати, мы можем увидеть один пример на практике. Вот у нас есть группа тест, и в нее никакие другие группы не входят, и она не является членом каких-либо других групп. И поэтому мы тут могли переключаться откуда угодно, куда угодно. А вот есть группа sale employees. И смотрите, данная группа является членом другой группы. All departments employees. А эта группа, All departments employees, является глобальной группой. Вернемся обратно. А как вы помните, переключиться с глобальной группы в универсальную мы можем только тогда, когда вот эта группа, которую мы переключаем, не является членом другой глобальной группы. А у нас, как мы видим, вот эта группа является членом другой глобальной группы. И поэтому, если мы попробуем все-таки с глобальной переключиться на универсальной, то у нас ничего не должно получиться. Так и есть. Произошла следующая ошибка службы каталогов Active Directory. Универсальная группа не может быть членом глобальной группы. Вот пример. Со сменой типа группы полегче, немного легче. Вот смотрите, есть у нас группа тест. Сейчас эта группа является группой безопасности. Мы можем группу безопасности переключить в группу распространения. Переключаем, нажимаем применить. Читаем вот это предупреждение. И нажимаем да. Но теперь данную группу мы не можем использовать для назначения каких-либо прав на какие-либо ресурсы. Помните, для назначения каких-либо прав на какие-либо ресурсы мы должны использовать только группы безопасности. Вот давайте создадим какой-либо ресурс. Ну, пускай будет каталог с именем 3пятерки. И теперь нажимаем правой кнопкой свойства, безопасность и пытаемся добавить сюда группу, нашу группу тест. Видите, он даже не находит эту группу, потому что эта группа является группой распространения. И использовать ее для предоставления доступа мы не можем. Давайте поменяем тип данной группы обратно, сделаем ее группой безопасности и попробуем еще раз. Свойства, безопасность, добавить. То же самое пишем тест. Проверить именно. Отлично, теперь он ее видит. Мы можем использовать эту группу для предоставления доступа, ну, в нашем случае каталогу 3пятерки, потому что эта группа является группой безопасности. Видите, у нас все получилось. Кстати, вот если мы добавим сюда какого-либо пользователя, ну, пускай будет Новиков Николай. То после этого Николай Новиков у нас имеет, как мы видим, полный доступ к каталогу 3пятерки, потому что к каталогу 3пятерки полный доступ предоставим группе тест. А Новиков Николай у нас является членом данной группы. Так вот, если мы сейчас, после того, как Новиков Николай, ну, предположим, уже работает с каталогом 3пятерки, создает там какие-то документы. И если вот сейчас мы переключим данную группу на группу распространения, то наш Новиков Николай потеряет доступ к данному каталогу. Потому что, еще раз напомню, группа распространения не может использоваться для предоставления доступа к каким-либо ресурсам. Ну что ж, на этом я заканчиваю рассказ о группах в Active Directory. Ну и, как всегда, если есть вопросы, предложения или комментарии, быть может у кого-то есть замечания, пожалуйста, прошу писать краульсобака gmail.com Удачи!